Каждый день Татьяны Макаровой словно дежавю. Домашние заботы поглотили 50-летнюю женщину. Кто-то скажет, обычный распорядок домохозяйки. Только у этой домохозяйки сын с тяжелой формой психического расстройства. Он сам не ест. Давай держи. Давай кушать. При рождении Миши поставили два диагноза. Детский церебральный паралич и порог сердца, которые позже не подтвердились. Множественные походы по врачам показали. Мальчик страдает психическим расстройством. Он не разговаривал, но родители верили, что вылечат ребенка. А в 12 лет у него развилась эпилепсия. Вот резко просто раз упал и все, эпилепсия. И вот с этих пор у него психическая форма, эпилепсия, и вот я с этим мучаюсь. Поэтому если я ему влекаться вовремя, у него могут судороги начаться. Поэтому я постоянно нахожусь рядом с ним. Иногда приходится отлучаться. Ну куда деваться-то? Работать Татьяна не может. Муж по причине здоровья тоже временно безработный. Помимо Миши в семье еще двое детей. Денег, конечно, не хватает. В феврале этого года мальчик попал в больницу, где заработал пневмонию. И без того ослабленный ребенок был на грани смерти. Семье пришлось потратить все сбережения, чтобы более или менее поставить Мишу на ноги. Татьяна жалуется, ему бы есть вдоволь, да вот только холодильник пустой. Ну что у нас на данный момент? Кефир, который необходим ребенку, у нас отсутствует. Дочка сегодня в гостях побывала, тортик привезла. Вот она все-таки любит своего братика очень сильно. Вот она ему творожки привезла. Ну а вот и Мишина лекарства, вот эти слабительные, которые ему необходимы при случае экстренных. Морозилка у нас, конечно, пустая. Мяса у нас тут отсутствует. Хотелось бы забить его полностью, чтобы все-таки что-то было. Помощи семья не получает. Лишь однажды соцзащита помогла крупной суммой денег. Лекарства, которые жизненно необходимы Миши, дают через раз. Поэтому приходится покупать их на свои средства. С подгузниками тоже беда. Долгое время их вообще не выдавали. Сейчас они есть, но плохого качества. От этого в квартире присутствует неприятный запах. Я бы, конечно, хотела, чтобы нам памперсами, это нормальные памперсы были, вот не вот это, чтобы было, вот чувствуете, да? Вот, потому что лекарства мне не приходилось покупать, потому что я говорю, лекарства у нас сейчас, я говорю, вот гиппакин я поеду сейчас опять выписывать ему, а остальные я не смогу выписывать, потому что их нету в поставке. Придется опять ехать покупать. Татьяна, ну а такой вопрос, как определить Мишу, может, какой-то оздоровительный центр? Вы знаете, я раньше в соцзащиту обращалась, чтобы его определить, чтобы я могла его забирать на выходные. Мне сказали, нет, вы знаете, его лучше отдать, и там нельзя его забирать на целый день. Мне предложили, чтобы я от него отказалась, и все. А я говорю, нет, вы знаете, лучше пусть он дома у меня будет. Несмотря на такую трагическую ситуацию, Татьяна не опускает рук. В будущее смотрит с оптимизмом. Говорит, никогда не откажется от сына, ведь главное – это жить в семье, среди родных и любящих людей. Утешение мама особенного ребенка нашла в творчестве. Мастерит подделки из пластика, в ее коллекции десятки фигур. А еще верит в Бога и в то, что все будет хорошо. Если бы я не верила, мне кажется, я бы… зачем жить для этого тогда? Просто всегда надо верить в хорошее. Как бы не было тяжело в жизни, надо идти вперед и надеяться на лучшее. Вот самое главное в жизни. Каждый год на протяжении 15 лет в новогоднюю ночь Татьяна загадывает одно и то же желание. Чтобы Миша заговорил. Женщина уверена – надежда умирает последней. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.